Губернатор Евгений Куйвышев поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в 3 воскресенье июля. В этом году День металлурга выпал на 19 число. Как отмечено в обращении главы региона на Среднем Урале, его отмечают наиболее широко. Металлургия – крупнейшая отрасль экономики региона. В минувшем году доли отгруженной металлургической продукции Свердловской области в общероссийском объеме составила 16,8%. Многие города Свердловской области своим появлением обязаны металлургическим предприятиям, где они и по сей день являются градообразующими. На предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тысяч человек. От результатов работы отрасли напрямую зависят темпы развития региона, наполнение бюджета, успешная реализация важнейших социальных программ, рост качества жизни людей. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в минувшем году, большинство предприятий горно-металлургического комплекса продемонстрировали стабильные результаты. Отгрузка товаров, собственного производства, выполненных работ и услуг в отрасли составила 103% по отношению к 2013 году. Для Свердловской области День металлурга не просто календарная дата. Это праздник крупных заводов и семейных династий. Это праздник труда, интеллекта, славных традиций и новых технологий. Губернатор поблагодарил металлургов и ветеранов отрасли за добросовестный труд, преданность профессии и весомый вклад в укрепление экономики Урала и России. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, стабильности и процветания. Поздравления с Днем металлурга звучали и в поселке Верхневенском. Традиционно к этой торжественной дате присоединяются люди разных профессий и должностей – от Столевара до руководителя металлургического завода. Это все те, кто причастен к процессу выплавки металла, начиная от добычи руды до обработки готового изделия. День металлурга в Верхневенском совпал с празднованием Дня поселка. Как прошло торжество у наших соседей и чем удивили организаторы гостей праздника, расскажет Наталья Ребрищева. Впервые профессиональный праздник металлургов отмечали не на Лобачевке, как в прошлые годы, а на тропе здоровья. И впервые День металлурга совпал с Днем образования поселка Верхневенский. Ему исполнилось 353 года, а на 100 лет меньше – заводу цветных металлов. Первыми металлургов и жители поселка поздравили новоуральцы на правах близких соседей. Здесь каталось самое лучшее в мире кричное железо с маркой «Старый Соболь». И сегодня мы продолжаем с одной стороны наши металлургические традиции. Развивается предприятие базовое, которое входит в очень мощную компанию уральскую, горнометаллургическую компанию, у которой сегодня предприятие по традициям Демидова по всей стране обеспечивается рабочими местами. Поселковцы очень много сделали и в годы войны, и после войны, и в становлении нашего уральско-технического комбината. И поэтому от нашего коллектива я поздравляю вас с этими праздниками. Я очень рад, что здесь очень много молодежи. Я хочу им сказать, и детишек, любите поселок, любите ваш завод, потому что действительно здесь славные традиции. Праздники приурочены к главному событию нашей страны – 70-летию Великой Победы над фашизмом. Окунуться в атмосферу военных лет можно было здесь же, став участником военной реконструкции 41-го года. Молодое поколение, наши дети, чтобы они прочувствовали, как это было, как, говорится, через трагедию добивались победы. Я думаю, это очень важное мероприятие. Ну, конечно, очень приятно, что приехали и мэры других городов, тем более у нас межмуниципальное сотрудничество между и Невьянском, и Новоуральском, поэтому вот в таком плане мы работаем. И, конечно, пользуясь случаем, хочу своих родных верхневенцев поздравить с Днем Металлурга и с Днем поселка. Здесь же была развернута полевая кухня в виде соревнования. Семь участников предлагали свои блюда военных лет, причем готовили на эксклюзивных печках. У одних это камни, у других – автомобильные диски. Причем в таких самодельных печах сохраняется тепло и готовится блюдо. Мы готовим пять блюд. Это карась в лопухе, редька с квасом, чай травяной. Что у нас еще там? Лепешки. Лепешки с лебедой. Понимаете, в военное время так готовили, поэтому мы решили от традиции не отходить получается и попробовать так же. А сам пробовал? Пробовали? Ну, да. Пару раз было. Как понравилось? Да, нам ветераны об этом все рассказали, и мы от них это приняли. Везде, где есть соперничество, спортивная школа побеждает. Мы не могли обойти это мероприятие. И мы будем сегодня первые. А что готовите? Какое блюдо? Чем будете удивлять? Команда называется «Морская душа», соответственно, «Макароны по-флотски» и «Какао». Макароны по-флотски, карась в лопухе, гречневая каша с тушенкой. Гости праздника выбирали блюда по душе. В духе сельских традиций праздник продолжался под звуки аккордеона, запахи вкусных блюд и даже ароматов природного чая, приготовленного на настоящем фронтовом самоваре. Его раздували сапогом и топили сосновыми шишками. Праздник поселка же. Мы жители поселка, поэтому как бы... Родились здесь, в поселке выросли. Мне сегодня понравилось, как солдаты были. Вот у меня отец в третьем цехе работал, на заводе «Б». Это основной цех. Раньше они вообще работали по шесть часов. То есть из семьи рабочего. Так что это для меня очень близко. Сейчас в настоящее время и брат работает, саш, на заводе. Я пришла с мамой, с папой и с сестренкой. Мне больше всего понравилось, как выступала крылатая гвардия. А вот ты сегодня в такой форме. Почему я ее решила одеть? Ну, потому что я хожу в секцию военную. Мне очень понравилось. Просто у нас в городе такое редкое организуется, и я предлагаю вот именно такое неординарное решение. Много людей, оказывается, могут все сотворить. А мне понравилось больше, что вот в самоварах, на шишках чай. Я никогда не пробовала. Очень вкусная кухня. Да, так что пусть готовят для всех. Как Новоуральск и Уральский электрохимический комбинат, так и поселок связан с заводом цветных металлов. Верхневенский – поселок городского типа. Здесь, по официальным данным, проживают чуть более пяти тысяч человек. Это наши самые близкие соседи. Официальной датой основания поселка считается 1662 год, а спустя сто лет был образован металлургический завод. Владимир Соколин – начальник участка подготовки сырья. Металлург с 25-летним стажем. Свою профессию Владимир считает самой сложной, красивой и достойной. Вы не видели плавления металла, как он искрится, как он выходит, как плавится. Это красота, это вообще лепота для меня, в моей душе. 30 лет в профессии и директор завода «Зуфар Хазиев». Он заслуженный металлург России. О своем заводе, как и о профессии, говорит с гордостью. Мне профессия моя нравится, хотя выбрал ее случайно, как все молодые люди. Потому что 18 лет, ты еще не знаешь, куда идешь, как идешь. Наша страна всегда была богата природными ресурсами. И искусство извлекать металл из руды появилось очень давно. Сегодня металлургия – это половина бюджета Свердловской области. Металлургия вносит серьезный вклад и в развитие экономики всей страны. Дает базу для устойчивого роста других отраслей экономики, предприятий тяжелой и легкой промышленности. В октябре месяце мы запускаем новый цех. Приняли 78 человек, поставили итальянское оборудование. Будем соответствовать всем мировым стандартам, выпускать ликвидную продукцию. Весь проект стоит примерно миллиард рублей, окупится за год и 8 месяцев. Также мы возродили ремонтно-механический цех. В настоящий момент мы выпускаем 140 тонн в месяц металлоконструкции. Мы набрали людей, еще будем принимать. Наш цех по металлоконструкции уже работает в две смены. До конца года у нас есть заказы, так же поступают на следующий год. Сейчас на заводе идет реконструкция. Создается серьезный кадровый резерв. По словам директора Зуфара Хазиева, у Верхневенского завода цветных металлов есть будущее. А значит, есть будущее и у поселка. Наталья Ребрещева, Павел Сизов. Новоуральская вещательная компания.